Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня у нас интересная тема. Говорить или нет о любви своему возлюбленному? Только мой других не знаю, ты будешь только мой. Своему парню, ну, наверное, не мужу, мужу это, естественно, мы будем говорить. Скорее пойдёт дело о том, когда вы только начинаете ваши отношения, и стоит ли открываться, и когда открываться, и вообще, а может быть, вести себя как холодная леди, и вообще ему не показывать, что вы любите, и даже вообще показывать, что вы его недолюбливаете. Почему эта тема возникла? Потому что я частенько замечаю, что есть девушки, которые на самом деле не показывают своих чувств. Я, конечно, понимаю, девчонки боятся, то есть они испытывают чувства к человеку, у них сразу возникает страх, что подумают, что они влюбились, и с ними можно делать всё, что угодно, поэтому они ведут себя достаточно холодно с молодым человеком, и не показывают ему, что нравится, да, там могут сказать что-то такое, да, что, ну, как бы, показывая свою независимость от него, и, как бы, что она абсолютно ровна, что, в принципе, вы как друзья, и ничего больше, в принципе, это и не надо. На самом деле, если девушка влюблена, я прекрасно понимаю, почему вы это говорите, потому что вы хотите увидеть от человека обратную реакцию, что он скажет, да наоборот, это мне нравишься, я очень серьёзная, и так далее. Но зачастую у молодых людей это тоже может немножечко отпугивать, что вы какая-то несерьёзная, и так далее. Это в один момент может отпугивать, в другой момент вы сами можете себе этим навредить. Для начала скажу, что я рекомендую, наоборот, признаваться в своих чувствах. Уверенная в себе женщина, которой нравится мужчина, которая, в принципе, так-то ничего не боится и должна ничего не бояться, она в открытую может сказать, да, ты мне нравишься, ты крут. Потому что на самом деле много мужчин делают ошибки, и даже ваш возлюбленный будет делать эти ошибки. И поверьте, вы ещё покажете свой характер, покажете, как вы можете быть серьёзной в этих моментах, когда вам будет что-то не нравиться. Но на ранней стадии, когда всё красиво и всё пушистое, говорите своему возлюбленному, что да, он крут, он вам нравится. Чем может быть плачевно? Тем, что если вы будете вести себя холодно. Первое, это тем, что ваш человек, во-первых, девушка, которая влюблена, и если она не умеет скрывать свои чувства, лучше пусть не берётся, просто пусть лучше не берётся, пусть лучше молчит, но не говорит, как холодная женщина, как стерва себя не ведёт. Если не умеет скрывать чувства. Если умеет, ладно ещё, да, делайте, как умеете. Но если не умеете, не старайтесь, потому что даже глупый человек, он всегда чувствует, когда девушка влюблена, вы невербально как-то другими своими вещами покажете, то, что вам человек этот нравится. Но если он видит, что он вам нравится, и вы не рачите, а пытаетесь показать ему, что вы такая независимая и свободная девушка, он захочет именно вам, понимаете, именно вам доказать обратное. Это уже проверено тоже много-много раз, я и сама так даже делаю. Он может вас вызывать на ревность, дабы увидеть ваши эмоции, понимаете. Не звонить, дабы увидеть какой-то скандал, что чувства, а потом спросить, вот ты же говорила так, а ты же вела себя так, понимаете. Не давайте, то есть вы сами себе подставляете в эти моменты. Если не умеете обманывать человека, не обманывайте тогда в этих моментах. Лучше скажи, да, ты крут, ты супер, ты классный. Но тот момент, когда человек сделает что-то некрасивое или повредит вашим принципам каким-то, поведёт себя не очень хорошо, вот тогда вы проявите свою жёсткость и хладнокровность. Тогда вы скажете ему, что, милый мой, ты весь крутой, ты весь супер, но вот это я не приемлю. И либо ты принимаешь мою точку зрения, ну если действительно наступил на принципы, да, либо ты принимаешь мою точку зрения, либо расход. И тогда человек увидит, да, что вы серьёзная, а не какая-то влюблённая девица, которая идёт за ним там по пятам. Это тоже очень важно, проявлять свой характер, показывать свои принципы, потому что мужчины любят не каких-то слабохарактерных девушек, которые за ними бегают, а любят девушек, у которых есть свои принципы, какой-то стержень внутри, есть характер. Это, в принципе, любят все люди. Итак, мой совет в том, чтобы вы признавались в любви, но, естественно, не каждую минуту, именно когда человек ждёт от вас этого. Просто не ведите себя в обратную, в холодную, особенно если вы не умеете скрывать свои чувства. Итак, я желаю вам моря любви, я желаю вам взаимопонимания со своим молодым человеком, любите друг друга, говорите друг другу об этом, не обманывайте друг друга, будьте счастливы. С вами была Селена Свей, до новых встреч! Пока-пока!